Такой известный в нашей стране журнал поместил мои скромные створения. Особую благодарность за это хочу выразить главному редактору и всей предколлегии, которая принимала участие. То же самое и вам, дорогие мои, которые пришли сюда, значит, на презентацию этого журнала, и которые послушают и меня, и сами прочитают, то есть участвуют в этом очень для меня важном мероприятии. Еще раз большое спасибо. Ну, я хочу прочитать в связи с этим стихотворение, посвященное Владимиру Скворцову. Вот это зря. Скажут. Тогда не буду, тогда не буду, просто подаю. Стихотворение, оно, кратико говорит о том, что не имена нужны, а нужна слава нашим стихам, а имена наши, нужна слава не людям, прекрасным вашим стихам. А здесь она безборно служна, а за труд и воздастся и вам. Спасибо. Спасибо большое. Потому что, ну, я сказал, что же не для того, чтобы, так сказать, свое имя, а чтобы, так сказать, свои труды кому-то пригодились. Вот это. Я так полагаю. Вот за труд большое спасибо. Ну, а как? А так вот. Презентацию журнала, стихи мне. Все равно, все равно хотелось бы прочитать вот еще. Дорогие друзья, пока вы ищете что-то, я все-таки вам скажу. Первое, это вы можете проверить, не только в России, а в мире нет журнала, который бы ставил на обложку писателей. Обычно вы знаете, какие это гламурные личности, певницы, артисты, модельеры, там, не знаю, президенты. Простепутки. В том числе. А здесь только писатели. Но я подумал, а вот зачем ставить раскрученных писателей, хотя я их тоже ставлю, известных. И вот, когда я прочитал, что в 19 веке Невский альмонавт называли народным журналом России, и я подумал, вот для народа надо делать журнал. И вы знаете, я не ошибся. Этот журнал в книжную лавку писателей постоянно звонят и просят привезите еще. Как в то время, когда другие журналы стоят, невостребованные. Потому что сам народ и разбирает. А если представьте себе, они классики, классики. Классик, во-первых, есть в интернете. Классик почти в каждой библиотеке. И дома. И дома у многих, включая мою домашнюю библиотеку. А вот кто узнает о тех людях, которым трудно издать книгу, которым трудно где-либо опубликоваться. И вот я еще решил ставить на отложку людей, которые фактически профессионально работают в литературе. То есть много-много лет печатаются. Много-много лет в литературных кругах. И давайте вот послушаем теперь стихи нашего уважаемого Бориса Андреевича. Я считаю, что вот за один плуг ему можно давать какую-то там Зеневскую медаль. Старый плуг прочитает все в газете, и в журнале оно есть. Я в литературе такое стихотворение. Причудливо порой судьбы коварства. Причудливо порой судьбы коварства. Дымится сигарета вдалеке. Случайно встретились и разошлись случайно. Осталась горстка петла лишь в руке. И хочется забыть, и хочется забыться, и хочется опять все повторить в то вновь. Но рот судьбы суров, прошедшим, не сбыться. Лишь память воскресит эту нежность и любовь. Мы странно встретились и разошлись так странно. Остался в памяти туманный силуэт. Пугар любви расселился пространным. Остался дым от горьких сигарет. Певучий голос твой, что лил в пространство звуки. Запомнил навсегда твой любящий поэт. И понял он, что нет любви от скуки. Поцелую. Без прощения нет. Поэт, прежде всего, личности. Не видны личности за темой. Годимой или отмеченной наградой. Прегретой или отвергнутой системой. И претерпевшей все прегоны и преграды. Такой поэт, не узнанный народом, как личность, что познала жизнь и боль. Такой поэт не награжден природой в том мире на значительную роль. Не видно личности за прозой, за стихами, за пережитым вихрем страстных бур. Стихи и проза не родятся сами. Смысл творчества не прихоть и не дуй. Прочувствовать, сопережить, увидеть картины жизни, чем живет народ. Любить, терпеть, жалеть и ненавидеть. И пострадать за человечий рот. Вот каково призвание поэта. Не каждому судьба отпустит шанс на это. Вот каково предназначение поэта. Не каждый здесь отважен на это. Родные просторы. Родные просторы. И реки, и горы, и степи, и долы, поля и моря. Родные просторы. К чему ж тут споры? Любимое сердце. Да воли, земля и небо, и космос над нашей землею. Все наше, все наше. Отечество дым. И нет ни лучше, и нет ни краш. Здесь хочется быть вечным и молодым. Люблю мою родину. Крепче невесты. Люблю мою родину. Милую мать. И чист твои мои. Ни лукавцы, ни жесты. Родные просторы. Здесь все. Благодать. Великая Россия. Великая Россия. Страна моя, родная. Другой в своем отличии. Никто, нигде не знает. Великие просторы. Великий дух народа. Великие богатства. Заложены природой. Здесь правил Петр Великий. Здесь дух Екатерины. Народ наш многолитий. Святой народ. Былинный. Здесь Новгород великий. Князей на власть. Венчальник. Крещение православного страны. Родоначальник. Великие свершения. Октябрьской страшной смуты. Войны и великое рвение. Порвавшие вражьи путы. Великие тревоги. Великие надежды. Великая Россия. В своем величии прежни. Великая Россия. Далека, как прежний. Располнилась 60 лет. И мне довелось побывать в Клеверном. В Ленинградской области. Это его деревня. Где он родился. Где провел свои орбические годы. И сейчас живет там. Периодически приезжает в Петербург. У нас получилась очень интересная беседа. В виде интервью. Также несколько фотографий интересных. В очерке. Так что советую всем прочитать. Познакомиться с интересной личностью России. А я прощу два стихотворения. И сейчас. Вечер горбится и горбится. Весь мочилистый и грехи. На черешне старой горлица. Крыльями качают ветки. Ожирельная, волшебная. Как лучи на тихой горнице. Сон сулит и увлажение. Колыбелев всю околицу. Прилаская нежным горкотом. Каждому напомнит мать. И забудется все горькое. И в душе начнет слетать. АПЛОДИСМЕНТЫ Приласпорение называется «Яблоки». Яблоки твердые, яблоки мерзлые, зеленомордые, нежно-розовые, леопардовые, багряно-грудые, парами, грудами. Полосатые, шафранные, в мордале сальто, раненые, поклеванные, разбитые, скрапленными, спинами, сластные, ароматные, как вас, мать. Уже октябрьская сила в моем раскристанном саду. Но вот грознеет куст кизила, как пламя в ангельском аду. Ну что, мой друг, замерз, конечно, и я дрожу с тобой в попад. Здесь в этом мире все конечно, как ты, ребят, как этот сад, доверчивый, неторопливый, несущий бренности с умом. Дотронусь до старушки слева и на прощание обниму. Амузыкальная пауза. Ну, чуть-чуть. Ну, пожалуйста. Марьяночка. Марьяночка. Журнал «Все и Монах» — это праздник для нас. Почему? Потому что это праздник искренней любви поэзии, искренней любви поэтов друг к другу. Потому что вы сами знаете, сейчас все разбиваются по разным роду литературным союзам, группировкам. Никто от группировки поэтов другой ничего хорошего не услышишь, кроме каких-то заблубокомысленных замечаний и также при отсутствии какой-либо критики. Но я могу так сказать, что вот те фестивали, которые вы проводите, ведь приходят туда и те, кто учатся. И самое главное — это передавать еще опыт тех поколений, старшего поколения, начинающим поэтам, тем еще, может быть, кто не достиг большого мастерства, известности. У нас, поэтому в «Все и Монахе» работает такая школа литературного мастерства, каждую вторую и четвертую свету. И запоминаю тебя. Каждую вторую и четвертую свету. На улицу Рылеева. Можно прийти в редакцию на улицу Рылеева и принять участие в работе семинара. Мы приглашаем известных литераторов, которые... В прошлом году я читал лекции, можно так сказать. А в этом году мы приглашаем литераторов, которые рассказывают нам о своем творчестве и проводят мастер-класс для желающих чему-то научиться. И самое-то удивительное — все бесплатно. В прошлый год лекции, теория. А сейчас будете общаться с писателями, они будут делиться опытом и задавать вопросы, а не отвечать. То есть это мастер-класс? И все бесплатно. Мастер-класс. Вот это все в Невском альманахе. А потом, смотрите, сколько книг выходит в Невском альманахе. Это все в Невском альманахе. Чтобы не думали, что только периодическое издание и на обложке лучшие поэты. Кто-то уже лучшие, а кто-то скоро станет. Ну и поэтому сегодняшнее свое выступление мы сделаем с Сергеем Шорниковым вдвоем. Он споет несколько песен на те тексты, которые ему понравились у меня. А я прочитаю текст, который вы, вгляд, не слышали, потому что он написан в 1984 году. А вот, ну, называется он так, «Раб». Это из цикла «Гибель древнего города». Кто, кто не знает мою биографию, он знает, что я живу в Казахстане. И поэтому, может быть, многие темы покажутся созвучными. Раб. Все степь да степь, другой судьбы не знаю. Я был рожден давно, у дальних гор. Бреду в пыли, баранов погоняю. И знаю, у хозяина топор не наш. Топор огромен, чужд и страшен. Темна от давней крови рукоять. Добыт топор в стране без крайних пашен. Добыт у тех бессильных устоять. А вместе с топором привез хозяин двух девушек, беспомощных на слез. Хозяин воин, щедро обладарен за то, что боль от раны перенес. Одна из них смирилась очень быстро и научилась бойко лопотать по нашим. Глаза разят, как выстрел. А скажет что-нибудь, все хохотать. Другая, что молчала и смотрела, туда за степь, далекие края. И песни незнакомые хрипела невнятно вглубь, как будто про себя. Хозяин вез добычу на продажу. Кто девок тронет, я того убью. По шею гадов в землю закопаю. И ставлю этим местом, правдонет. Мы все молчали. Ныло в ночь телега. А я смотрел, как полная луна, запутавшись в ветвях, запуталась в ветвях ночного древа. И там жила, желание, полна. Вдруг слышал странный, чей-то громкий шоп. И вдруг ноги нежнее ветерка. Затни в копыль попыли гулкий топот. Коснулась робко женская рука. Приди ко мне, возьми меня, желанный. У меня незнакомый речью голос пел. Так странно, эта ночь пришла нежданной. Так странно, у костра обосса пел. Найдя себе ложбинку на ночлега. Приди ко мне. Легла ко мне она. Нас обняла травы сухой телега. Она огняв, стонала и ждала. Я вспомнил плеть и вспомнил. Вот, хозяин, я не хочу так рано умирать. Я оттолкнул трепещущие кони, заржали. Тупо кинулся бежать, потом вернулся. Где она, невеста? Я человек, я не могу терпеть. По тьме так трудно отыскать то место. Пусть будет то, что будет. Даже смерть. Но было поздно. Просветлело небо. Она к себе под тканью тень ушла. И до базара. Будто бы ослепла. Ни разу глаз ко мне не подняла. Все стей, да стей. Другой судьбы не знаю. Мне не увидеть тех желанных гор. Я помню ночь, и ее и так желаю. И знаю у хозяина на пост. Музыканта, композитора, певца Сергея Шорникова. А вот он сейчас должен нужен. Сколько песен вам узнает? Смотрим, что он может? Владимир Степанович, сколько песен? Ну, две. Как минимум три. Ну, ну, так он. Мы не знаем, что ждет нас. Молчит в отдалении город. Выпьем горькое время. Прощание и новых дорог. Не поэтому жгучий октябрьский холод До последнего вздоха и руки И сердце прожег. Не поэтому ли ты Так спокойно, тихо, деликатно Королева плывущая Моринская материк Белым смахом лотка Рвет за нить возвращение обратно Где холодным лучом маяка Сердце ночью горит Не поэтому снег засыпает Усталую пашню Где в ходах капилляров И влага, и жизнь замерла И зерно остывает И полнится смыслом вчерашним Чтобы, снова родившись Исполнить свой танец дотла Не поэтому ли реки Чернеют, как в сумерках ямы Не поэтому ли ветер Хозяином стал площадей Из родной стороны Все пути пролегают Все пути пролегают Народ Не поэтому ли звучит Октябрьский холод До последнего вздоха И руки И сердцем прожжет А-а-а-а А-а-а-а-а-а-а-а-ан А вот Ну, вот Вот как вы немного подострее Писанка называется Золотая струна Александр Бущин Я не знаю, зачем Не забуду, как забыл о плащении своих незатейливых слов. Где неведом тайны движения планеты страданий, Где душа, словно плавочка, скручена от реталон И трепещет невольно, и бьется от грани сознаний, И засты, словно боком, лежит, как зашелый реталон. Год за годом природа учила меня со страданьем, Нет ни зла, ни добра, потому что природа мудра. Но великое чудо не терпит великого знания, И дорога из блеска светилась в мире, как круна. Я, рожденный из древней стены, из тончайшего врага, Подобывшее прошлое в завертых ранях стен. Слышу музыку звезд, и ночами забывшихся страхов, Просто молча лежу, чтоб жертвы искать перемен. Гроздь от звезд перезвязших висят, наверное, можно Их легонько потрогать свободным желанием. Их легонько потрогает свободным желанием. Затем сна, пред которым желание Идти нелевые ничтожные, И уходит лилеет, поет золотая струна. И я не знаю, зачем Эти струны великого чуда, Эти облески среда Храница дрожённых природ. Растворяешь пространство, Я воли твоей не забуду, Как забыл воплощенье Своих затей и снов. Постоянному другу журнала «Немский альманах». Это бесспорно. Хочу поблагодарить, конечно, Владимира Сталовича Складцова, что он собирает вокруг себя и под сенью такого замечательного журнала «Немский альманах» не только профессиональных поэтов, писателей, но и людей совершенно разных профессий, для которых творчество – это состояние души, это свет и поток, который сопровождает их жизнь, который живёт внутри. Я от этого никуда не деться. Я не пишу профессиональные стихи и не работаю над ними. Для меня это действительно какой-то накал чувств, накал эмоций, когда это всё выливается в какие-то рифмованные строки. Несмотря на то, что за окном тёмный ноябрь, я хочу вернуть вас в лето, открыть окно в лето. В полноводном дыхании Невы Я мелодии слышу звучание, Вижу лёгкое лодок касанье чёрно-белых клавиш полны, Ликуя солнце воды серебрит. Все краски солнечного света В ней преломились гранью лета, И капельками кварца спрятались в грани. И в этом свете, отцветок, свеченье Играет небо в чехарду с течением, И воздух, как хрусталь, звенит. В каскаде солнечных лучей Аккордами светло и чисто Призвятся чайки, Так неистово покачивают Росы кораблей. Небесные арфы переливы Вливаются в октаву волн, Азартным танец ветра полн, И желчугом летят её эоловы мотивы. Мосты чугунные лады По глади грифа берега свели, И режет баршек, Как смычок виолончели Тягучая литьё воды. Качая по пола церквей, Вальсирует Нева, Благословенно вторят ей Крылатые колокола, И радужной улыбкой с высоты Звучит полифония цвета, Света, бесценное мгновенье лето Хранит романтику Недленной пистанцией. Также совершенно неожиданно Для меня буквально за пять минут В день рождения моей дочери По воспоминаниям, Как это всё было, Родилось стихотворение дочери. Глупые, наивные, юности, мечты Думала о сыне я, А родилась ты. Жаркими камельями Осень ночь зажгла, Утром, понедельник, Ты ко мне пришла. Мудрым, светлым Будой Сразу стала ты. Маленькое чудо, Свет родной души. Сколько раз бывало, Лишь с тобой жила, Ты меня спасала, Мир наш берегла. Нежное, родное, Солнышко моё, Знаешь, мне с тобой В жизни повезло. Умная, красивая, Ты горишь звездой, Будь всегда счастливая, Я горжусь тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И в самой правде. Ещё, ещё, ещё. Давай, давай, ещё. Что ещё? Ещё одно. Ну, хорошо. Теперь всё это буду ещё. Всем без вести пропавшим. Несмелый поцелуй Дыханием ветерка, Волнущая пальцев Сос плетения, Снаружи лёд скрывает Бурное течение Тёмных вод. Поверх тумана пелена Взбивает курс Сердцебиенья И удивление В распахнутых глазах. Смущение прячу В рапушку ладоней, Жемчужинами слёзы На щеках. Горячих тел Прикосновения Дарует долгожданное тепло. Я объём тебя Одним скольжением Волг, Собозабвенно До изнеможения. Дыхание чаще Слабостная дрожь, Луна беснуется В рассветной ворожьбе, В приливе нежности Тону в твоих руках И пропадает Без вести В тебе. Александр Возродить его Это сумасшедшее дело. В него никто не верил, Кроме Владимира. Надо было создать Вокруг себя Среду обитания. Создать команду людей. Найти финансы. И в наше непростое время Выжить и доказать, Что мы победим всех. И это тяжело. Вот почему Вот я сравниваю Его подвиг С подвигом Параметея. Он зажёг В людях сердца. Представляете себе Российскую глубинку, Нашу Ленинградскую область, Город наш. Ведь вы посмотрите, Что делается. В больших Журналах Только можно Печататься за деньги. Вась-вась, Туда-сюда. Здесь же можно Просто по-человечески. Понимаете, Вот в чём Разница за большая. И я рад, Что я здесь Печатался Более Пятидесяти раз. Спасибо вам. А все лучшее впереди. Все лучшее впереди. А стихи будут? Ё. Я думал, стихи будут. А то... Вносит Свежий Створческий Союз. Не надышится душа, Прикасаясь К вечным тайнам. Листья рифмы Не случайно Строки падают. Шуша. Словно нет Небытия. Лишь синеющая просень. Светит Образами осень. Радость грусти Не тая. Душа. Единственная Собственность. Душа. Всё остальное Временно И тленно. За годами Понимаешь Не спеша. Душа твоя. Но собственность Вселенной. Душа верна Началу и концу. Смертей Переживая эстафету. Она идёт К вселенскому Творцу. Бессмертием Любви И с тьмы И света. И последние Четыре строчки. Поэзия память Имен и времён Она возвращается Снова И снова И с каждым стихом Я всё больше Влюблён В бессмертную музыку Русского слова. За стенкой Был мой кабинет В кабинете Это 26-27 И каждый раз Я слышал Графомана Впечатаешь Графомана Покажите Кто Графоман 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 Мне показывали Многих Многих Может даже И Валю Царёву Я однажды Подсчитал Этот список Примерно Человек 20 Чуть побольше Члены Союза Писать Спустя Буквально 5-10-15 Понимаете? Поэтому И действительно Задолго До нас Сказано Нам не дано Предугадать Как слово Наше Отзовётся Моя Задача Дать Возможность Донести Свои Произведения До читателя Поэту Про Зайку А там уже Потомки Разберутся Кто был Классик Кто был Графоман У нас при жизни Почти все Графоманы А потом вдруг Проходят Десятилетия И время Так отсеивает Вы знаете Как Когда вместе Пили водку Вино Глеб Горбовский Рассказывал Он даже Это опубликовал С Николаем Рубцовым Его называли Серенький Поэт Это Опубликовано Это Теперь уже Достояние Любого Серенький Поэт Николай Рубцов Аберик Вознесенский Евтушенко Да Ромер Рождественский Сам Горбовский Памятники Кому ставят Вознесенскому И медь На воде И ему тоже Безу А тут Памятник Огромный Из меди Причём Два В одном Стоит В другом Сидит Я приехал В Вологду Думал Ну памятник Небольшой Огромный Памятник Ему стоит В Вологду Николаю Рубцову И маленький Чемоданчик Стоит У него В руке И я Когда стал Говорить Что Вот этот Чемоданчик У Николая Рубцова Это всё Что он за свою Жизнь Нажил Шарф Большой И Чемоданчик Маленький Всё Ничего Больше Не нажил Ну памятники Ему Зато ставил Понимаете А другому Кто много Нажил Ну и что Я не думаю Что Абранович Который Имеет Несколько Яхт Получит Бирж Где-то Хотя Он может Купить Целую Аллею Номер 5 Вот Ну вы понимаете О чём Я говорю Перед тем Как мы Перейдём Фуршету Ещё Вот Юрий Решетников Вот Юрий Пока подождите Ходочку У меня Патроголос Есть Потом вообще Сядет Можем Сесть После таких Перед тем Как перейдём Фуршету Одно Маленькое Стихотворение Буквально Две Страфы Под Выпивку И Разговоры И Нищий Станет Королём Ох А я твержу На уговоры Пить не могу Я за рулём Ну что ты будешь С трезвой мордой Когда приятели В дугу А я опять На это твёрдо Я за рулём Я не могу Хмелели Дамы Мужчины И вот опять В разгар Гульбы Да ты Сегодня Без машин Я за рулём Своей судьбы Девушки Одну минуту Или целый час На зале Хорошо Три Отлично Друзья мои Вот смотрите Очень Ну действительно И почётный Трепет Оказаться В созвездии Блистательных Имён Вот на такой Встречи Где это может произойти Только вот Таких вот Замечательных Я не знаю Кулуарных Местах Где встречаются Люди Имена Понимаете Это замечательно И великолепно Нам Публичным Людям Ощущать себя Современниками Таких дневных А можно вас попросить Назовите Где мы находимся Мы находимся В союзе писателей Да В доме В доме Союза писателей Вот И я ещё Я безумно Рад Этому И всегда Благодарен Вот судьбе Что она Дала мне Вот возможность Встречаться И вот Эти личности Пустить В себя Потому что Вот читаешь И книги Читаешь стихи И принимаешь В душу Свою Только тех Кого ты считаешь Родными Вот понимаете Как там у автора сказано Вот стихи И всё понятно Всё на русском языке Кто-то сказал Вальдов Правильно Друзья мои Ну Можно было бы сейчас Вот Ювеля по всем Продетись И вот Сергей Николаевич Прочесть И вас И Рачков И прочее Ювеля Это не испортит Ну Ну Я вспомнил Одну Хотя бы Рачкова Да Хорошо Вот А потом Мгновение Так что Вот только Наверняется Автор Ни златом Ни мольбой Ни властью Не остановишь Тех копыт С какой Жадностью И страстью Безумной Тройкой Жизнь Летит Сияет Гримой Золотой Над славой Призрачных Побед Над роскошью И нищедою Каких Ещё не видел Свет Она летит Сквозь все Законы Сквозь Груды Свежих Новостей Ей Всё равно Наполеоны Не стержит Бег Ничья Отвага Какой Выбран Пусть Как ты живёшь Во зло Во благо Она летит Не позабудь Как земля И чиста И нежна Знают Ноженьки Только Босые Задохнусь От восторга Страна Разору Своё сердце Россия Эти сны На душистом Стогу Эти песни О горькой Рябине Русский Штык На Альпийском Лугу Русский Гром В очумевшем Берлине Говорилось В которой Уж раз В грозном Мире Метели И ливни Нет На свете Доверчивый Нас Безрассудней Нет И Наивней Враги Лютуют Обветшало И Надо Дать Ей По Серьгам Да Разве Есть Ещё Держава Счёт Потерявшая Врагам То Вся В мехах А то Нагая И Всё Мечтает Про Уют Да Разве Есть Страна Другая Где Столько Плачут И Поют Признайся Горькая Сила Передние Калы Теребя Да Разве Есть Ещё Россия Кто Любит Всех А не Себя Николай Рычков Вот Поэзия Настоящая Поэзия Тех Какой Говорю И Воронов И Скворцов И Рычков И Оставьев И Стребяков Много Всегда Это Действительно Золотой Фон Нашей Поэтической И художественной Позы Это Высокое Поэтическое Слово И вот Для нас Актеров Очень важно Публику Не только Пропагандировать Но и защищать Высокое Русское Слово Так И для меня Поэзия Это Прекрасная Женщина Другим Дарить А не Копить Себя Не Дать Гордыне И Женщину Любить Как Пить Из Родника В Пустыне И Спеть Не Пожалев Кровей Раскованно Знавяще Да Так Чтоб Умер Соловей В Черебуховой Чаще Если Б Знала Ты Как Ты Любима Как Я Весь Переполнен Тобой Никогда Не Прошла Бы Ты Мимо Осветив Небеса Надо Мной В Этот Мир Ты Явилась Однажды Сотворенной Из Сказочных Снов Чтобы Я С Неуземной Жаждой Мог Испить Неземную Любовь Ты Явилась Виденьем Чудесным Чтобы Чтобы Душу Мою Озарить Чтобы Лились Безуста Лепесни Чтобы Мог Я Их Небу Дарить Без Себя На Земле Совершенства Никогда Б Уж Я Не Узнал О Замути Свои Блаженства Я Вина Поднимаю Бокал Без Себя На Земле Совершенства И Когда Был Ж Я Не Узнал О Замути Свои Блаженства Я Вина Поднимаю Бокал С праздником Вы Браво Маленькое Объявление Друзья мои Вот Здесь 30-го Будет моя встреча Творческая К сожалению На реле Мне так получилось Я буду давать Мастер-класс Как читать Курсово Поэзию Читать Прозу Петь русские Романсы Русские Песни От времен Ломоносов До наших Дней Здесь Вход Свободный А 25 Декабря На Стенной Шикарный Зал Народный Артист Константин Ильич Плушников Я Даю Сольный Концерт О русской Земле О русских Трой Как Называется Исполнение Желаний Солистами Андреевского Орхестра Но для Этого Нужно Кое-что Заплатить Вот У меня Есть 10 Билетов Благодарительных По 10 50 рублей